Всем привет! С вами Летучева Алина. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня я хотела бы поговорить с вами про 10 самых распространенных и роковых ошибок в уходе за лицом. На самом деле, все мы не идеальны и как бы нам не казалось, что где-то там хорошо, мы все учимся на своих ошибках и делаем это абсолютно зря. Поэтому сегодня на своем опыте я хотела бы вам рассказать, через какие ошибки я прошла сама, через какую информацию, сколько всего интересного оказалось к 28 годам можно узнать и как сильно можно навредить себе самим. Итак, первая и самая распространенная ошибка это использование скрабов для лица, потому что во время того, как мы растираем кожу абразивными частичками, там, представьте, это песочек, он травмирует нашу кожу, он ее царапает и образуется микропорец. Наша кожа начинает агрессивно на это реагировать. У людей в разных странах абсолютно разная толщина кожи, потому что мы подстраиваемся под окружающую среду. И здесь то же самое, когда мы царапаем кожу, она считает, что ей нужно срочно нарастить побольше вот этой роговой ткани, огрубеть и укрепиться. У меня, например, было то же самое, когда я играла на гитаре, там, спустя 5 или 6 лет, у меня пальчики все были дубовые просто, на них образовалась такая мозоль. По сути дела, вы то же самое делаете со своей кожей регулярно, поэтому я советую отложить вам скрабы куда-нибудь на дальнюю полку, и если вы уж очень сильно хотите, то используйте какие-то легкие гаммажи, возможно, по типу песка, вот как литокомплекс, вулканический песок, который вы можете так чуть-чуть отпилинговать свою кожу, но часто лучше не пользоваться, а использовать какие-то кислотные продукты. Пункт номер 2, он на самом деле очень важен, и я думаю, что очень многие про него не знают. Нужно смывать SPF с кожи лица, да и, в принципе, и со всего тела, после двух часов нахождения на солнце. Мы обычно как делаем? Ну, наверное, SPF перестал действовать, нанесу-ка я заново. Обычно там содержится химический состав, который тоже преобразуется, и на солнце начинает выпускать неблагоприятные для вашей кожи вещества, поэтому, чтобы ее защитить и не допустить преждевременного старения кожи, обязательно нужно перед тем, как обновить SPF, его смыть. Не нужно сейчас пугаться и думать, «О боже, я нахожу целый день с тональным кремом, в нем есть SPF», потому что вы вряд ли в рабочие дни проводите именно 2 часа под открытым солнцем. Естественно, в условиях городского режима это абсолютно невозможно. Каждые 2 часа смывать и наносить заново, но на пляже, я думаю, вам не составит труда. Пункт номер 3, очень актуальный для меня самой, думаю, для всех девушек после 25, это то, как мы наносим средства под глаза. И мы обычно, ну, я раньше особо не заморачивалась, я наносила, как наносила крем. Но на самом деле мы больше наносим ее вреда, чем там увлажняем и заботимся о ней. Когда мы растягиваем кожу, до нее практически не нужно дотрагиваться, не нужно растягивать, нужно прямо аккуратными, еле такими аппликативными движениями вот втушевывать. Самый лучший совет, который я узнала совсем недавно, это использовать кисти для нанесения крема под глаза. Это просто супер гениально, это знаете, как растушевать тени. То есть настолько легкое покрытие получается, невесомое, все растушевывается, сразу же крем впитывается, потому что он наносится равномерно, да, и на все участки кожи тонким слоем. Пункт номер 4, 4, это смешивание разных кислотных продуктов. Мне очень часто, бывает, девочки пишут по поводу проблемной кожи, потому что я сама обладатель таковой, и раньше у меня были жуткие проблемы. Очень часто мы начинаем использовать сразу все, да, спиртовые лосьоны, затем там какие-то подсушивающие кислотные продукты, базироны, небазироны, потом сверху еще кислоты, чтобы все это выровнять, не появилось пигментных пятен, потом сверху еще какой-нибудь слой, крем с кислотами из разных серий, и в итоге мы не понимаем, что творится с нашей кожей. Здесь зудит, здесь шелушится, здесь покраснение, здесь пигментное пятно, здесь еще что-то, на самом деле это огромная ошибка. Одно дело, если вы используете одну серию, да, тоник там из одной линейки, крем из одной линейки, там все эти кислоты, они комбинируются между собой, и как раз-таки выполняют ту функцию, которую вы ждете от продукции. Но если вы используете тоник кислотный от одной марки и крем от другой, вы обязательно должны проверить, не конфликтуют ли эти кислоты между собой, потому что появляется у всех аллергическая реакция. И наша кожа сама нам говорит, когда ей что-то не подходит, если вот как раз-таки она зудит, краснеет, это не значит, что продукт воздействует на нее хорошо, это значит, что она кричит вам о помощи, не нужно ей, ей эти все продукты не нужны. Поэтому стараемся в такой период времени, если уже что-то такое произошло, отменить оба этих продукта, постараться восстановить кожу и ни в коем случае не использовать жесткие умывалки. У меня, кстати, отдельный пункт есть про эту историю. Я поняла для себя уже, опять-таки, да, мне скоро 30 лет, через несколько годиков, а я только догнала, что мне ни в коем случае нельзя использовать агрессивные умывающие продукты, как и шампуни в целом. У меня очень острая реакция на СЛС в составах, поэтому мне нужны какие-то либо мягкие продукты, либо вот очень сильно следить за тем, чтобы умывашка мне подходила, чтобы не было никакой реакции, потому что от нее, от чистоты кожи, от качества очищения зависит все остальное. Если у меня хорошо кожа очищена, у меня очень редко, когда появляются воспаления. Если правильно подобрать себе качественное умывание, то она не должна сохнуть после него, не должно быть необходимости срочно нанести крем. Как вот я с подружкой на выходных разговаривала, она говорит, я не могу, я после душа и после умывания без крема, ну вообще никак, но это ее жизненная необходимость. У меня такой необходимости нет, хотя я помню тот период, когда у меня была атопичная кожа. Это было, честно говоря, ужасно, и в данном случае опять-таки отменяем все агрессивные продукты и используем мягкое умывающее средство, например, Avene Xeracalem AD, самое вот, что меня спасло. Если хотите, я сделаю топ-7, топ-10 самых лучших умывалок за все время под разные типы кожи, под разные проблемы, потому что моя кожа, как шелтая-болтая, была в разные периоды времени с абсолютно разными проблемами. И пункт номер 6 я хотела выделить отдельно, потому что многие не промывают зону у ушей, да, мы умываемся так, чтобы не затронуть нашу прекрасную прическу. А на самом деле вот здесь тоже застревает весь этот тональный крем, застревают продукты пенища, представьте, обмазываться шампунем и не смыть его, естественно, пойдет реакция на кожу, поэтому заведите какой-нибудь спонжик-коньяку, полотенце, не жалейте здесь прическу, все будет нормально, она высохнет. Я потом, когда полотенцем уже после умывания прохожусь, понимаю, что там еще было кучу чего очистить. Кстати, еще один такой пункт, люди многие не смывают мицеллярную воду, это нельзя делать, потому что мицеллы сами по себе тоже такое химическое вещество, захватывающее, частички грязи, и представьте, что это все равно все остается на вашей коже и тоже может дать негативную реакцию. Пункт номер семь, это не смотреть на то, как ваша кожа реагирует, я уже косвенно рассказала про это в другом пункте, но это самое важное, это такой интуитивный уход за кожей, когда вы смотрите и понимаете, что ваша кожа идеально себя чувствует. Вы умылись, она дышит, она не зудит, она не скрипит, она не просит вас о помощи, там увлажнить, нанести 55 кремов, масок и так далее. У меня был такой период жизни, когда я думала, что вот чтобы что-то сработало, у меня должно что-то покраснеть, это как обертывание, да, такое жесткое, или когда вот спиртовыми лосьонами, или кислотными пилингами, мне хотелось видеть реакцию на кожу, значит работает, но это нифига не так, не нужно, пожалуйста, на это надеяться, нужно наоборот стараться поддерживать вашу кожу, чтобы она сама вот могла нормально функционировать. И я практикую также раз, два, три в неделю оставлять на ночь кожу полностью очищенной, не нанося никакие продукты на лицо. Пункт номер восемь, наверное, не менее важный, потому что очень многие вот подхватили этот эко-тренд с натуральным уходом за лицом, и я считаю, что он абсолютно прекрасен, многие ухаживают за кожей лица с помощью масел. Я думаю, что если бы у меня не было бы такого энтузиазма по тестированию разных новинок и желания попробовать всегда что-то новое, я бы остановила свой выбор и уход именно на них. Если вы грамотно подобрали масло и все с этим хорошо, то есть вы сделали правильный выбор, все равно остается некоторые нюансы, про которые почему-то все забывают, нельзя использовать масло без тонизирования кожи. Обязательно перед тем, как наносим масло, распыляем тоник или гидролат на кожу, опять-таки по вашему типу подбираем, мне очень нравится от краснополянской косметики, есть куча у других марок. Распыляем я где-то 2-3 нажатия делаю, оставляю кожу немножко, чтобы она впитала эту влагу, и чтобы смылась как бы агрессивная среда, которая у нас находится в обычной проточной воде. Затем наношу несколько капельок, 2-3 капельки масла на ладонь, и туда же распыляю гидролат или тоник. Растираю это в ладошках, и только потом наношу такими прикладывающими движениями. Не будет у вас никаких воспалений, если правильно и грамотно подходить к любому уходу за кожей. И масла бывают невероятно прекрасными. Пункт номер 9, про который в последнее время не сказал только ленивый, но это действительно очень важно, это использование махрового полотенца, это табу, особенно того, которым мы потираем руки, все оставшееся тело, не нужно им вытирать лицо, потому что махровое полотенце, оно пока просыхает, это прекрасная среда для развития бактерий, и это нормально, то есть либо используйте отдельные чистые полотенчики, и сразу после этого стираем, либо используйте обычные бумажные, которые вот кухонные полотенца одноразовые, прикладываем к коже, убираем всю лишнюю влагу, и собственно все. Особенно это важно, если у вас есть на коже воспаление, поверьте мне, это во многом поможет вам избежать дальнейших проблем. Последний пункт, но не менее важный, это надежда только на косметические средства, это абсолютно неправильный подход к жизни, потому что мы настолько красивы снаружи, насколько мы красивы внутри. И естественно, про спорт я сейчас не буду говорить, но вы должны понимать, что если у вас рано закладываются какие-то морщинки, то вполне возможно у вас просто защемление шейного отдела. В современном мире мы как обычно сидим, в такси, в машине, даже на работе, мы смотрим вниз, у нас голова вот таким образом. Я даже хожу, читаю, я читаю вот так книжку держу, у вас все время получается, перенапрягается шейный отдел, здесь идет защемление, из-за которого кожа ползет как бы вперед, вот так вот у нас все опускается, это вообще происходит и с возрастом, но вы можете избежать и отдалить вот этот момент, пока к вам придут морщинки, вы можете пойти просто на остеопатический массаж, я сейчас хожу и действительно вижу результат, вижу как у меня по утрам меньше отечности стало, вижу как вот разглаживаются какие-то морщинки, то есть они есть, мимик эта активная сохраняется, но при этом они не закладываются, знаете, то есть вы один раз вот так сделали и зафиксировались потом на полчаса, такое тоже бывает, поэтому обязательно работаем с этой зоной, если нет возможности пойти на массаж, просто каждый раз, вот когда ловите себя на мысли, что полчаса просидели в таком положении, делаем гиперэкстензию, то есть в обратную сторону, направляем голову, можно так вот немножко просто потянуть, ее сильно на голову нельзя давить, потому что это тоже опасно, просто ручку кладем и тянем шею туда-сюда и обязательно обратно, чтобы обратно шейные позвонки вставали на место. И еще один такой небольшой совет, вот эта вот область, где растут волосы, она должна у вас как бы ходить, это тоже очень сильно поможет вернуть ваше лицо на место, чтобы оно у вас не стекало вниз, просто берем такое, как делаем упражнение, приподнимаем волосы и начинаем их тянуть. Естественно, прям сильно больно не надо, но вот здесь вот эта кожа, она должна не припаяна быть к костям, она должна очень свободно ходить, и также вот вся наша кожа, потому что со временем появляются такие спайки. Наша кожа, вот представьте, как на мясе есть фастя, это по-моему называется, такая прозрачная белая пленка, и со временем она начинает прирастать и становиться очень жестко. Ее вот обязательно тоже нужно массировать, нужно делать такие профилактические упражнения и одолеть момент нашей прекрасной и красивой старости. Можно походить на Пилатес или опять-таки делать дома, благо сейчас есть куча бесплатных приложений и уроков на YouTube. YouTube это вообще наше все. Я всем желаю прекрасного настроения, вас крепко обнимаю, целую, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok